Приветствую, мои дорогие, из солнечного Сочи. Мы с вами находимся на разделительной границе между Диким пляжем и Пляжем Бархатные сезоны, который является конечным пляжем на берегу Семеретинской низменности. Я вам покажу еще разок вход в море. Естественно, тут все это навезенный камень, галька. Вот здесь вот даже хорошая галечка. Там подальше пляж очень большой, 500 с чем-то метров. Вот здесь, по-моему, самый лучший ход на самом деле. Видите? Ну, тем не менее, спускаться довольно-таки неудобно. Потому что полога. И чем дальше туда, тем более пологий ход. Ну, давайте посмотрим вообще на эту разделительную черту. Вот здесь галька, а там дальше гальки уже нету. Будут одни сплошные камни. Ну, вот размер камней вы видите. Кто галечку не успел занять, тот вот на таких вот камушках отдыхает. Далее мы сделаем шаг туда, на дикий пляж. Между прочим, вот здесь вот есть вышки. И там сидят спасатели. А здесь у нас нету спасателей. И, соответственно, шторм и в волнение. Вот здесь вот можно купаться. Хотя здесь какая-то бешеная глубина. Судя по карте, чуть ли не 50 метров. И купаться здесь очень опасно. Ну, а мы идем по границе с Абхазией. Потому что через вот этот вот дикий пляж граница с Абхазией. Вот там уже Абхазия. Горы. Они постоянно в тумане. Такая вот красота. Посмотрим, как выглядит Абхазия. Кстати, говорят, что там цены намного дешевле, чем здесь. Сочи. Поэтому, может быть, стоит отдыхать в Абхазии. Потому что, например, если выбирать эту вот эмеретинскую пазину, то я не вижу абсолютно никакой разницы. Если не будет разницы ни в климате, ни в чем. Единственное, что там, да, несомненно, больше деревьев. Потому что здесь, конечно же, к универсиаде, ой, к олимпиаде. Это я уже живу в рамках универсиады девятнадцатого года. Поэтому уже такая оговорочка у меня. Вот. Я вижу там только плюсы в том, что можно более дышать приятным воздухом. Кстати, здесь пляж тоже чистый. Я вот не вижу здесь никаких проблем, мусора. Хотя и видео курят здесь на пляже. А там все-таки говорят, нельзя. И сразу же подходят, вежливо очень просят перейти в специально оборудованные для этого места. Вот, видите, вот она уже граница. Если зайдешь туда, то штраф пять тысяч рублей. Но я не думаю, что кто-то через колючую проволоку станет лезть. Хотя, кто знает, всегда находятся какие-то любители экстремальных ощущений. Здесь также, видите, будут костры несанкционированные. Ну и вот это чей-то будет обед. А там Абхазия. Вот. Начинается Абхазия уже. Такой же пляж. Тоже камушки. Ну и там много-много растительности и гор. Просто красота. Ну а сейчас, кстати, пять минут. Мы уже с вами и прошли из пляжа Бархатные сезоны. Он длится более полукилометра. Как я уже говорила. И уже спустились к берегу моря. И сейчас я покажу один из самых больших минусов, которые шокировали меня здесь, в Сочи. Вот это даже не эта свалочка. Сейчас подойду поближе и покажу. Сначала я думала, что здесь течет речка. Ну вот, видите, разница между диким пляжем и цивилизованным. Тем, что здесь никто не убирает, но мусорят. Ну и очень, конечно, приятно наблюдать за таким. Я думала, что там течет речка. Но оказалось, что эта речка не простая. А самое что ни на есть, канализация. Сейчас попробую подойти поближе и показать. Вот такая вот грязища. Что-то там валяется. Вот так вот идет канализация. Кто-то говорит, что по всему Сочи. Ну, наверное, местные меня более могли бы поправить и сориентировать. Но дело в том, что вот такая вот система очистки. Я вижу, что тут исключительно механическая система очистки. Наверняка что-то еще есть. Но все вот это вот, все эти трубы так вот идут, идут. Они там выходят вон там, прямо в курортной зоне. И вдоль отелей серии «Бархатные сезоны» идут также эти трубы. Выйдем, посмотрим. Там тоже самое вдоль отеля прямо течет канализация. Вот здесь стоит соответствующий запах. И все это, куда бы вы думали, уходит. Естественно, трубы выходят в море. Вот такая вот незатейливая система очистки. Кстати, я уже на своем опыте столкнулась с тем, что была гроза. И в море плавала. Да-да, оно самое. Поэтому я могу сделать вывод, что, по крайней мере, здесь, в эмеретинской низменности, система очистки, она дает сбой. И поэтому местные жители не купают своих деток в море, по крайней мере, когда, наверное, самый сезон, когда штормит и когда прочие катаклизмы случаются. Вот, мои дорогие, вот такая интересная система очистки, которая, если честно, меня просто шокировала. Ну, а здесь можно опять подняться. И вот там вот уже оборудованные зонтики виднеются. Это опять пляж «Бархатные сезоны». Если честно, сегодня сделала камеру только специально для того, чтобы показать вам систему канализации здесь. Вот, поэтому о всех плюсах и минусах отдыха в Сочи я буду делать репортаж уже из дома, потому что здесь не очень хочу тратить время на то, чтобы ходить, снимать. И не хочу других людей смущать своей камерой. Ну, всем желаю хорошего отдыха. Сегодня 1 августа, и поэтому еще есть практически целый месяц для того, чтобы отлично провести время, теплое время года. Здесь, кстати, людей не очень много, как вы видите. Ну, а там народу... Я думала, что это называется «Яблоку негде упасть», но посмотрела в Фейсбуке, что действительно значит «Яблоку негде упасть». Снимок черно-белый с 80-го, по-моему, года. И я поняла, что да, сейчас ситуация намного лучше. Чем дальше туда, тем больше плотность людей на пляже. И с утра часом к 9-10 действительно иногда не остается и метра между лежачками. Ну, всем приятного отдыха. Пока-пока.